Результаты. Результаты. Разделим сразу результаты на три категории получателя результата. Мы находимся в три категории такими. Первый – это подросток, тот, который вообще главный и ради чего это все создавалось. Второй – это родитель этого подростка, который, возможно, уже вот да, и тоже хочет, чтобы подросток через все это прошел и вообще как-то верит в нашу программу, а возможно нет, и он тоже получит какой-то свой полезный опыт. И третье – это специалисты, потому что мы с вами, по сути, возделываем один и тот же рынок. Каждый из вас на своем месте, в своем городе, даже в своей стране. Последние несколько лет нас уже много где, в каких, да, географиях можно наблюдать. Вы получаете тоже свой кусочек вот своего вот этого вот продукта, и дальше вот только вам вообще решать, во что он превратится, как он будет, и что с ним вообще будет происходить. Начнем с ребенка. Ребенок, который проходит через программу, построенную по пяти шагам осознанного выбора, по сути, формирует постепенно способность принимать решения. То есть мы помогаем ему встроить в привычку принятия решения по последовательности из пяти шагов. То есть вначале остановиться, потом поисследовать свои желания, свои ресурсы и окружающую среду, найти смычку между тем, что хочется, и тем, что доступно, принять решение делать так, начать действовать соответственно, выбрать практику регулярную, и после этого зафиксировать точку, когда цикл завершен, и поделиться этими результатами с собой, отрефиксировать их с собой, с другим человеком, с фейсбучиком, с дневником, и войти в этот цикл заранее. То есть программа, построенная по пяти шагам, нацелена на то, чтобы сформировать такую последовательность, передать ее в ребенка. В большом счете, как и любая модель, самое главное в ней не то, что мы выделили эти шаги, а то, что работая с моделью, мы позволяем себе упростить ситуацию и сделать ее помещаемой в голову. Потому что очень сложно, глядя на подростка, самому подростку, людям, которые с ним работают, понять, что же у тебя в этой привычке, в этой твоей нейронной сети в голове, вот еще пока тебя как-то не совсем устраивает и радует. Когда мы работаем в модели, когда у нас есть четкая последовательность, это позволяет очень четко, медленно, последовательно, пошагово вообще вот изучить детально тот процесс, который происходит у подростка. Вот если в этой части тренинга как-то вот заболело, что-то вызвало, какой-то дискомфорт и так далее, это, как правило, об одном говорит. Если в другой части, как правило, о другом, разные вопросы, разные игры, разные упражнения. И на выходе, просто потому что есть модель, по которой мы движемся, эта модель очень четко иллюстрирует тот процесс, который происходит в голове при выборе, мы можем делать очень глубокие выводы на очень простом инструментарии. Этим прекрасны любые модели, в том числе и наши. Именно для этого она нам нужна. Очень часто нам задают вопрос, по крайней мере, вот в меня регулярно летает про то, что, ребят, ну вот что такого вы изобрели, она же прямо вот элементарная, и если я минуту подумаю, то вот у меня получится модель из пяти шагов. Вот прикол в ней, прелесть в ней, ценность в ней именно в том, что это очень простая цепочка, наполненная очень глубоким содержанием, позволяющая очень четко переносить тот процесс, который происходит вообще в любой сфере жизни, на то, что произошло сейчас в игре. Делать вот эту сумычку и делать из этого выводы. Этим прекрасен вот именно такой четко моделированный процесс и продукт на основе этого процесса. Второй получитель результата – родитель. И когда мы строим программу по пяти шагам, для подростка мы держим фокус на родителя для того, чтобы ребенок после программы вернулся в подготовленный контекст, в семейную систему. Какой результат получает родитель? В первую очередь он получает проясненный контекст взаимодействия с ребенком. То есть, когда ребенок проживает программу, мы можем рассказывать родителю о тех этапах, через которые проходит ребенок, и у родителя появляются понятные темы, которые он может с ребенком обсуждать. Таким образом возникают точки глубокого контакта с ребенком. А это, соответственно, то, что в подростковом возрасте максимально проседает в семье. Плюс родители получают возможность дать для своего ребенка тот опыт, который он по разным причинам не всегда может дать сам. Потому что опыт самостоятельности, даже в такой маленькой, подконтрольной, в безопасной среде и все такое прочее, это иногда бывает самое ценное. Родители часто в процессе программы видят в своих дятях то, чего до этого просто не всегда могли рассмотреть, не всегда замечали, не всегда были готовы замечать. Это опыт самостоятельности. Да. Ну и, наконец, третье для специалиста. Это история, наверное, двухфакторная. Первая – это когда специалист, учитель в школе или специалист доп. образования, или человек, который индивидуально проводит консультации, в этом смысле фрейм, остается фреймом, рамка остается рамкой. Первая история – знакомство с этой рамкой. И это означает то, что, когда я знакомлюсь с какой-то новой моделью, я наполняю ее своими смыслами, своим опытом, проживаю ее сам. Так построена программа передачи рамки, передача пяти шагов у нас очная. И также мы предлагаем поступать людям, которые знакомятся с этой моделью дистанционно, сами, по методичке. Это не так важно. Важно не просто прочитать историю про модельку, а попробовать насытить ее своими самостоятельствами. Что это значит? Переложить свои выборы, попробовать предпринимать решения самим по этой рамке и таким образом понять, как это работает на собственном опыте. Это первая ценность для специалиста. Я тоже здесь немного отзовусь. Очень часто у нас на методической программе передачи тренинга, программа, когда один специалист делится инструментом с другим специалистом, происходят очень глубокие личностные процессы. Настолько глубокие, что человек, делая вот этот игровой выбор, участвуя в тренинге для подростков, в безопасной среде, принимает для себя материал, делает для себя такие интересные открытия и делится потом с ними не на уровне, вот я получил классный инструментарий, а я это пережил. И вот это важно. Причина того, что иногда вот этот опыт является прекрасной базой для того, чтобы человек вел дальше сам самостоятельно. Не всегда, но очень часто и с очень многими. Вот это является основой для того, чтобы дальше человек так об этом говорил, и так это отдавал, и так этим делился, что ему вот не просто верили или не верили, а вот просто вот он светил с вот этим вот светом и идешь ли на это. Вторая ценность, которая вообще уходит специалистам, которую они получают, это бесспорно очень подробный разбор, методический разбор того, как это все устроено, и как это делается, и как достигается тот или иной результат внутри программы. Мы не используем чего-то сверхъестественно нового в базе вообще всего нашего программы построения лежит в местной темции Куколба. Мы разбираем его очень детально, показываем через что мы проблематизируем, какие вещи мы проблематизируем, показываем, как мы даем теорию, через что и через какие инструменты, как мы отрабатываем, как это все строить вместе для того, чтобы дальше у вас получились свои модули. И вот этот вот кусочек для нас является ключевым, потому что по большому счету мы отдаем готовый продукт, его реально можно открыть и провести по скрипту, но ценность для нас не в том, чтобы вы выучили скрипты, отторобанили, мы это говорим абсолютно всем нашим участникам, которые проходят эту программу. Ценность именно в том, чтобы вы, поняв принцип построения этого, могли очень гибко реагировать иногда прямо в процессе тренинга и добавлять или убавлять те или иные инструменты, то есть чтобы это для вас стало скелетом, конструктором, из которого вы можете, по сути, собирать программу. Именно поэтому такая дополнительная маленькая бонусная часть нашей программы это такая своего рода сертификация, подразумевает не то, что вы повторите модуль, она подразумевает то, что вы про это же создадите свой небольшой модуль. Это будет ценным, это будет важным, и вот эта вторая часть, вторая ценность, это умение по большому счету вот в нашей логике, в нашей ценностной модели строить свое, создавать свое на основе того, что вам было дано. Еще раз, для специалистов вы можете относиться к модели на трех уровнях, как к готовой программе, осознанной профессии, взяли... Открыли скрипт, прочитали и пошли проводить статью. Как к конструктору из наших инструментов, ваших инструментов, которые можно применять в разных контекстах, внутри школы, внутри группового тренинга или внутри индивидуальной консультации, в зависимости от глубины переработки. И на третьем уровне, такой концептуализации, как к общей рамке, через которую можно построить, по сути, любую программу, цель которой будет в том, чтобы развить у подростка навык принимать решения о созданном. Третья ценность, которая вообще появляется. Так уж сложилось, что сообщество, которое организуется вокруг нас, с которым мы имеем вообще очень такую тесную связь, которую мы очень любим, ценим, уважаем, оно прекрасно. Люди, которым отзываются программы, живут в разных уголках России и мира. Люди, которые делают это в разных точках, делают это по-разному, и их опыт, он намного больше, чем просто программы, которые вы можете взять. В нашем сообществе иногда поднимаются интересные вопросы про то, что работает, а что не работает, как надо, а как не надо. Там приезжают люди и делятся своим опытом из разных концов России, и каждый раз ты слушаешь это и думаешь, о боже мой, о боже мой, у меня сейчас только умерло еще несколько стереотипов в голове. Во-первых, вот это, ну, правда. Во-вторых, есть еще очень интересный момент. Когда в наших программах собираются тонко чувствующие, творческие люди, которые передают это вот так, и люди из каких-то так, ну, прямо, не знаю, системных, структурных организаций, которые вот понимают и чувствуют это совсем иначе, но все они говорят про одну и ту же ценность. То есть быть причастным к этому сообществу, общаться, взаимодействовать с этими людьми, делиться с ними опытом, и вообще быть внутри сообщества, которое развивается, горит и интересуется подростками, настолько ярко, вот это большая ценность, для меня, наверное, самая большая из вот всего. Ну, как для человека, который находится внутри этого сообщества. И это тоже дорогого стоит. Поверьте, иногда вот это больше, чем просто какой-то готовый материал. Вы можете пойти дальше и через какое-то время понять, что, окей, я хочу там сменить направление или переквалифицироваться на какие-то другие темы. Но возможность пообщаться с классными людьми, которые вот в этой стране, а если вдруг мы с вами вообще в этом городе, и вот на вытянутой руке, хотя уже во многих городах у вас будет на вытянутой руке кто-то, но вообще очень-очень много дает дополнительной такой ценности к вообще вашему возможному потенциальному участию во всей этой авантюре. Сообщество – это круто. Мы обратили внимание, что вокруг смарт-курса кристаллизуются люди, которые во что-то такое еще похоже верят, идут к похожей мечте про взрослых людей, про классных подростков, про решение, про небоязнь заходить в какие-то сложные собственные, личные или семейные, или групповые процессы. И это действительно классные люди. И обращаться к этому ресурсу людей достаточно просто, потому что это группы, в которые можно писать вопросы, люди откликаются, отвечают.